Состояние лесов Как у нас обстоят дела с этими легкими? Постоянно экологи бьют тревогу, что вырубки идут, что лес уменьшается. Можно сказать о динамике последнего периода? Меньше у нас стало леса в крае, больше? Тема действительно актуальная, с учетом сегодня мнения общественности, мнения зеленых. Я начну свое выступление, приведу цитату нашего основоположника лесной российской науки Георгия Федоровича Морозова, которому в этом году исполняется 150 лет со дня рождения. Да, юбилейная дата. Так вот он говорил, что основная задача лесовода, естественные законы жизни леса превратит в принципы хозяйственной деятельности. То есть, если упростить, сказать, да, хозяйству в лесу пользуйся, но не навреди. Именно из этого принципа ведется лесное хозяйство сегодня на Алтае. Он называется лесное хозяйство, тем не менее. Да, лесное хозяйство. Потому что 72% наших лесов это защитные леса, в которых запрещены эксплуатационные рубки. Ведутся только выборочной интенсивностью не более 30%. Ну и что касается цифр, чтобы не быть голословым, я скажу, что за последние годы покрытая лесом площадь у нас в крае увеличилась на 26 тысяч гектаров. В том числе по ленточным барам 17 тысяч. То есть идет положительная динамика. Несмотря на то, что кричат со всех сторон, что леса уничтожаются, деградируют. На самом деле это далеко не так. В целом, если сказать, площадь покрытой лесов у нас постоянно растет. Здорово это, да. Хорошо. И вот, как отмечено было на совещании, у нас единственный субъект по Сибирскому федеральному округу, где наблюдается вот такая тенденция. Где площадь выбытия сегодня меньше, чем площадь восстановления. В Сибири в России. Я говорю по СФО. По Сибирь, да. По Сибирскому федеральному округу. То есть в других регионах все-таки идет, наверное, убыль леса, все-таки вырубается активнее. А в целом, по России, картина такая. По 16-му году выбыло у нас под рубки, под пожары 1 миллион 400 тысяч гектар. Восстановлено было всего 865 тысяч. Ну вот видите, да. То есть это в общем по стране... У нас примерно выбывает около 4 тысяч гектар. Но ежегодно мы восстанавливаем на площади порядка 11 тысяч гектар. Почти в три раза получается, да? Да. А вот эти вот фотографии, видеофильмы, которые иногда показывают, что где-то ведется вырубка леса, щепки лежат, значит, неубранные бревна, но они, естественно, начинают гнить. Вот такое вот возможно у нас в крае? Или, в принципе, это тоже есть, ну скажем так, естественный процесс, да? Нужно просто разбираться, где какие вырубки ведутся, да? Конечно, конечно. Я вот тут назову некоторый пример, который называю проблемой математики. Значит, ежегодно 1 гектар сосновых насаждений дает порядка 2 миллионов семян. Из этих 2 миллионов семян вырастает где-то порядка 100-150 тысяч самосева на гектаре. К стадии подроста подходит от 5 до 25 тысяч. К стадии жерняка от 3 до 5 тысяч. А во взрослом насаждении остается от 400 до 800 деревьев. То есть идет естественный отпад. И вот задача этого человека, почему это должно падать, пропадать, захламляться, эту древесину взять. Что и делается в рамках проведения рубок ухода. Из 2 миллионов 600 кубометров, 870 тысяч кубометров – это именно промежуточное пользование. Где взимается вот эта древесина, которая все равно рано или поздно отпадет, мы ее берем, используем на благо человека и тем самым создаем лучшие условия для произрастания оставшейся части древостоя. То, что касается в рубке спелых насаждений, цель их, опять же это выборочные рубки, цель их создать благоприятные условия для последующего возобновления, чтобы произошла своевременная, естественно, смена поколений. Насаждение устойчиво, когда там присутствуют все возрасты, все ярусы. Вот именно эти цели преследуют рубки. А у нас сегодня слово «рубка» стало чуть ли не ругательным, к сожалению. И говорят это вещи либо дилетанты непонимающие, либо любят преследующие какие-то свои интересы. В том числе и вот эти фотографии, видеосюжеты, которые говорят, можно снять один пенёк с разных ракурсов и преподнести это. Как будто весь лес вырублен. Да, как будто это весь лес вырублен. Я готов сегодня любых общественников, любых зелёных вывести в любую делянку, показать, доказать. Я не говорю, что всё идеально, есть отдельные нарушения, с которыми… Да, проблема чёрных лесорубов. Есть и своеобразные браконьеры. То есть браконьерство тоже процветает где-то в отдалённых, может, районах. Потому что люди, знаете, как говорят, мы здесь живём всю жизнь, мой здесь дед жил, мои родители жили, деды и прадеды, а вы не даёте мне лес рубить. К сожалению, факты эти присутствуют. 388 случаев самовольной рубки выявлено по прошлому году. Порядка 6500, 6400 кубометров вырублено в процессе самовольных рубок. Но тенденция эта снижается, могу отметить, с удовлетворением. Примерно каждый год на 15% у нас этих нарушений становится меньше. То есть всё равно мы боремся с этим. Я думаю, что в этих вопросах должна больше работать на местной администрации, разъяснять людям. Есть тем более законы, ведь есть законы, которые позволяют им заниматься заготовкой дров или для строительства. Я не знаю, для чего они это рубят. Видимо, для этих задач. Сегодня в Алтайском крае действует закон о урегулировании отдельных лесных отношений 87 КЗ, который как раз регламентирует все эти вещи. Обеспечение местного населения как деловой древесиной для строительства, ремонта жилья, так и для обеспечения дровами. В целом закон довольно неплохой. Конечно, есть определённые шероховатости на местах, они возникают. Вот здесь должна именно работать местная власть. То есть разъяснять, помогать людям. Разъяснять, ставить правильно в очерёдность получения этой древесины. И самое главное, следить за целевым использованием этой древесины. Потому что у нас действует уже второй год 415 закон, который чётко регламентирует, что вся древесина, выделяемая для нас местного населения, должна использоваться по назначению, а не на продажу. Рыночные отношения пришли в лесное хозяйство с введением нового лесного кодекса в 2007 году. Именно с этого времени работает у нас институт аренды. И передав леса в аренду, значит, мы не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора. С кем он заключает договор, куда он, с кем торгует, значит. Главное, что он торгует, и эти деньги приходят сюда, к нам в край. Наша задача проследить, чтобы эти рубки соответствовали всем правилам и нормативам, которые сегодня существуют. Чтобы не было, значит, варварского истребления, чтобы не было каких-то злоупотреблений, и чтобы в лесу был порядок. А вы контролируете, действительно, ваши сотрудники, вы этих арендаторов контролируете. Можете сказать, что это действительно под контролем у нас? Конечно. В прошлом году составлен 1071 административный материал за нарушение лесохозяйственных требований при исполнении различных видов работ. То есть сумма штрафа более 6,5 миллионов рублей наложена. Ничего себе. Ну, жестко, жестко у вас подход. А вот еще такие тоже, часто говорят о таких примерах, когда поджигают лес, чтобы его, опять же, как горелый, получается, то есть тоже была возможность купить, видимо, подешевле, как горелый, и вывезти его, и намеренно поджигают лес. Вот можно это определить, действительно ли был пожар, или это поджог? То есть были такие случаи тоже. Всякие же люди не очень есть, и честные у нас. Случаи поджога, конечно, они не исключены, но у нас таких фактов, что именно умышленного поджога и поймать с полечным, это практически невозможно, это трудно. То, что касается возможности получения горелой древесины, сегодня очень сложный механизм. Не так-то просто. Да, не так-то просто. Работают с октября новые правила назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. Это все проходит через общественный контроль, через сайт. Значит, мы должны разместить акты лесопатологического обследования. Общественная должна посмотреть выстоящий орган, контролирующий орган, насколько это все ответит. И после этого все это уходит, опять же, с аукционов, с торгов. Не просто так. Пришел и забрал. Тут, как говорится, как бы интерес, что я поджег, я получил эту древесину, он сегодня не работает. Его нет такого. Лесовосстановление. У вас, насколько я знаю, питомники есть, и достаточно большое их количество. Там, видимо, вырастают маленькие деревья, деревца. Да, у нас началась страда, скажем так, весенний, третий день идет посадка. На сегодня 250 гектар посаженных лесных культур, их с 3800 гектар. Посадочный материал мы выращиваем в открытых питомниках, у нас 21, и в нашем селекционно-семеновоческом центре с закрытой корневой системой, где мы выращиваем порядка 7 миллионов штук. Работаете с молодежью, со школьниками, чтобы они тоже участвовали в этом, в посадках? У нас довольно тесные взаимоотношения с нашим краевым детским экологическим центром. 26 школьных лесничеств у нас работают на территории края. Наши ребята неоднократно выезжали и на всероссийские соревнования, привозили призовые места, и в этом году едут в лагерь Орленок. Будет профильная смена, где мы, опять же, будем, три человека наших ребятишек будут представлять интересы Алтайского края. А лесники, так называемые лесники, они тоже входят в вашу структуру, да? Лесничество, лесники, ну, как их называют, да, наверное? Сегодня понятие лесника ушло в прошлое, так как таковой категории нет. Есть инспектора. Инспектора, да? Достаточно ли их, чтобы, ну, скажем так, недостаточно? Нет, 4-5 человек, 31 лесничество у нас, 4-5 человек инспекторов, конечно, хотелось бы больше. И на какую площадь вот за одним лесником закреплена, если так? Ну, по нормативам должна быть 16 тысяч гектар, у нас эта цифра порядка 25 тысяч. За раза больше, то есть? Да, спасибо. Ну, конечно, да, скажем так, не всегда удастся это все следить, там все. Понятно. Владимир Александрович, большое спасибо вам за задержательную беседу, удачи в вашем нелегком труде и до новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель министра Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Александрович Черных. Спасибо за внимание, до встречи. Спасибо. 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 Спасибо.